Добрый вечер! В эфире вечерние новости. С вами Расул Дюсимбеков. Для начала, коротко о главном. Начались отчетные встречи Акима города с жителями населенных пунктов. В этом году градоначальник впервые встретился с жителями Алхабасского сельского округа. Вчера в 6 часов вечера на улице Бибуранбая произошло чрезвычайное происшествие. Из-за засора трубопроводного канализационного дюкера подтопило 16 дворов и 6 домов. На сегодня наблюдается острый дефицит водителей категории Д. Об этом было сказано в ходе брифинга. В Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан были представлены документы о выдвижении кандидатов депутаты Мажелиса Парламента Республики Казахстан по партийным спискам от четырех политических партий. Об этом передает Казинформ со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан. В Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан были представлены документы о выдвижении кандидатов депутаты Мажелиса Парламента Республики Казахстан по партийным спискам от следующих политических партий. Общественное объединение «Народная партия Казахстана», Общественное объединение «Демократическая партия Казахстана Ахжол», Республиканское общественное объединение «Общенациональная социал-демократическая партия», Общественное объединение «Казахстанская партия Зеленых Байтах», говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан. Напомним, неочередные выборы депутатов Мажелиса и Маслихата всех уровней состоятся 19 марта. Выборы депутатов, мошлист и маслехаты всех уровней будут проходить по смешанной избирательной системе. Справедливость и честность предстоящих выборов обеспечат специально обученные независимые наблюдатели. А все остальное будет зависеть от активности граждан. К слову, жители нашего города возлагают большие надежды на предстоящие выборы. Они считают, что каждый кандидат должен быть настоящим профессионалом своего дела. Я думаю, что каждый разумный человек с воодушевлением и с пониманием принимает те новые процессы, которые предлагает наш президент. И обновление парламента сейчас очень важное и нужное, на мой взгляд, процесс и важное действие. И поэтому, конечно, мы все должны отозваться и 19 марта прийти и проголосовать в ожидании тех нововведений, тех изменений, которые повлечут за собой предложенные президентом инициативы. Я думаю, что наш Казахстан будет процветать, если молодые энергичные люди придут и будут менять нашу страну для общей пользы. Любые политические акции – это знак перемен большого нового начала. Выборы состоятся 19 марта. Мы многого ждем от этих выборов. В целом я считаю, что в какой бы сфере ни был кандидат, должен прийти квалифицированный специалист в этой области. И я думаю, что есть большая надежда на выборы в этом году, на то, что придет молодежь. Сейчас, как видите, главы государства дает прийти от молодежи. Аслабек Нугманов Начались отчетные встречи Акима города Нурбола Нурсагатова с жителями Нурсагатова. В этом году городоначальник впервые встретился с жителями Алгабасского сельского округа и выслушал их пожелания и предложения. Подробнее смотрите в сюжете. Отчетные встречи Аким города начал в Алгабасском сельском округе. Встреча с жителями была организована в сельском клубе, где только в прошлом году сделали капитальный ремонт. В ходе совещания Нурбол Нурсагатов доложил о проделанной работе в селе и остановился на приоритетных вопросах. В этом году из городского бюджета на Алгабасский сельский округ было выделено 90 миллионов тенге. Из них 52 миллиона тенге предусмотрены на реализацию проектов. Как только позволит погода, начнется ремонт санитарного узла, водопровода и канализации здания сельского Акимата. За пределами села будут возведены опоры для снегозадержания. На установку современного ограждения детского парка на окраине села Алгабас выделено 19 миллионов тенге. Кроме того, в целях развития массового спорта планируется строительство спортивной площадки в селе на 9 миллионов тенге и создание хоккейного корта на 10 миллионов тенге перед зданием Акимата. Жители села беспокоят состояние месторождения Бекара, расположенного в 8 километрах от Алгабаса. По словам жителей, вредные отходы влияют на экологию, выпас скота и здоровье сельского населения. Еще одна проблема. Бекара платит налоги в 59 миллионов тенге в город-семей. Теперь давайте подумаем, почему народ это не устраивает. Потому что ни один налог не выплачивают нам. Нам не платят за экологию. Почему так? Из-за этого все болеют и уже переезжают в город. Но нам говорят, что для здоровья нет никакого вреда. Население очень обеспокоено экологическим состоянием на Беркаре. Это сказал и председатель совета старейшин. Выбрасывается тысячи тонн серной кислоты. Если посмотреть в социальных сетях в интернете, то можно узнать, сколько от этого бывает болезней. Отвечая на этот вопрос, Аким города отметил, что будут приняты необходимые меры. Для этого специалисты областного департамента экологии проведут специальную проверку. В ходе встречи сельчане задали вопросы, касающиеся дефицита специалистов, заработной платы, а также ветхих электрических систем. Хотел бы рассказать об освещении. Сети старые, изношенные. В летний период должны сделать ремонт. Думаю, это будет правильно. Ведь все стоит с советских времен. Иногда зимой бывает так, что света нет по 2-3 дня. Хочу, чтобы это взяли во внимание и включили в список дел. В свою очередь, глава города отметил, что работа над озвученным вопросом ведется. Обо всем, что вы просили, мы позаботились. На соответствующие планы предусмотрен бюджет. Сказали, забор будет забор. Хоккейный корт, мы его тоже рассмотрели. Попросили воркаут, тоже рассмотрели вопрос. В этом списке и оборудование для клуба. Поэтому все вопросы, которые вы озвучили, находятся под нашим контролем. Мы не забываем о ваших просьбах. Сельчане выразили благодарность за то, что такие встречи положительно влияют на решение накопившихся проблем. Приехав в сельский округ во второй раз, Аким города отметил, что в ближайшее время будет проведена работа по всем вопросам, поднятым на встречи. Бутагоз Дандыбаева, Шула Султан Махмудова, Даниэр Айдербеков, Телеканал Семей. Вчера в 6 часов вечера на улице Биворамбая произошло чрезвычайное происшествие из-за засора турбопроводного канализационного дюкера. Из-за этого потопило 16 дворов и 6 домов. Подробнее смотрите в сюжете. Вчера вечером на улице Биворамбая произошло чрезвычайное происшествие из-за засора трубопроводного канализационного дюкера. Из-за этого потопило 16 дворов и 6 домов. С момента аварии коммунальными службами начаты работы по откачке воды, поступившей на дворовые территории частного сектора. Вчерашний инцидент произошел в 2 часа утра. Вчера подтопило улицы и 6 домов. Благодарим администрацию. Ночью откачали воду, благо вода не проникла в дом. Все затопило и сарай, и баню. Грязная вода из чистой канализации бежала по всей улице. Мы со вчерашнего дня на ногах. Ужасный запах стоял. Как видите, вода до сих пор бежит. Сейчас, думаю, уже повода для беспокойства нет. Установили ограждение. Поскольку повышение уровня канализационной воды продолжалось, возникла необходимость формирования дополнительных сил и средств. Организован оперативный штаб. В целях недопущения повторного поступления воды в дома силами сотрудника войсковой части 68-303 МЧС уложено более 600 мешков с инертными материалами. Работы по укладке мешков продолжаются. В ликвидации аварии задействовано 115 человек и 46 единиц техники из воинской части 68-303 ДЧС и Министерством по чрезвычайным ситуациям. В настоящее время на месте происшествия продолжаются работы по откачке отходов канализации. Обработано было около 200 метров, около 6 раскопок было произведено, однако место аварии найти не удалось. Сегодня, 7 февраля, работы продолжаются. Осталось около 150 метров пройти для того, чтобы найти место аварии. Ориентировочно к концу дня аварийная ситуация будет устранена. Причина неизвестна, потому что мы ее еще не нашли. Это либо засор, попало что-то большое, либо просто пролом. Эти два коллектора, которые здесь находятся, один из них 71-го года, один 91-го года. То есть достаточно старые уже коллектора, хотя еще не выработали свой взрослужбы в количестве 50 лет. По словам директора государственного коммунального предприятия «Семьи Водоканал», специалисты не могут установить причину аварии. В настоящее время на месте происшествия продолжаются работы по откачке отходов канализации. На сегодня наблюдается острый дефицит водителей категории «Д». Об этом было сказано в ходе брифинга в региональной службе коммуникации. В городе есть 40 социально значимых маршрутов. Перевозку осуществляют три подрядных организации. Это «Автотранссемей», «Семьавтопарк» и «Токсомоторный парк». Подробности у Толшин Шакердхан. Вчера утром в городе наблюдалась нехватка общественного транспорта. Все это было связано с забастовкой, инициатором которой были некоторые из водителей «Семьавтопарк». Основным требованием стало повышение заработной платы. По сообщению руководства автобусного парка, путем расчета текущих затрат была установлена возможность увеличения заработной платы водителям автобусов до 40% от действующей. У нас уже готовые все доп. соглашения к каждому договору. Увеличение заработной платы произошло на 40%. Любой водитель сегодня может подписать этот договор, ну, дополнение к договору, и получить его на руки. Также по информации руководства автопарка, по состоянию на 6 февраля задолженности по выплате заработной платы не имеется. Расчеты на увеличение заработной платы подготовлены. К зачинщикам этой акции планируют принять меры. Я считаю, что на сегодняшний день те люди, которые препятствовали выходу автобусов на линию, они не только нанесли ущерб нашему предприятию, они нанесли ущерб всему городу. Люди не успели приехать на работу, люди не успели в школу, в училище. Поэтому будет принята мера в соответствии с законами Республики Казахстан. Существует ли сейчас опасность социального напряжения на других предприятиях? Оскар Диоданов, директор товарищества с ограниченной ответственностью «Таксомоторный парк» говорит, что жалоб со стороны работников пока нет. На сегодняшний день в ТО «Таксомоторный парк» у нас с 1 января заработная плата повышена для водителей и кондукторов на 14%. В дальнейшем, безусловно, еще будет повышение. Заработная плата водителей составляет, водители автобусов особо большого класса так называемой гармошки у нас получают 2500 тенге за час работы на линии, на большом классе 2000 час на работе на линии и на малом классе составляет 1200 тенге. Плюс к этому водителям, которые работают на малых классах без кондукторов в связи с внедрением электронного абилитирования, ежедневно доплачивается 3000 тенге так называемой кондукторски. Также, по словам руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей Мидия Талтаева, в городе наблюдается острый дефицит водителей категории D. Вместо плановых 320 автобусов ежедневно на маршруты выходят не более 200 единиц подвижного состава. Еще в ноябре месяце были поставлены четкие задачи по поводу набора водительского состава, однако проблема остается актуальной. Талшин Шакартхана для Жамбисингазинов, телеканал Семей. 7 по 9 февраля текущего года на территории области Абай планируется проведение оперативно-профилактического мероприятия «Антифрауд». Об этом сообщает департамент полиции области Абай. Целью данного мероприятия является повышение эффективности борьбы с интернет-мошенничеством, а также иными правонарушениями, совершаемыми с использованием информационных технологий. Данный комплекс мероприятий направлен на выявление, пресечение и раскрытие преступлений с первой интеллектуальной собственной, выявление лиц, изготавливающих распространение вредоносной программы. Также технические средства порнографии, в том числе и детскую порнографию, пропагандирующие игры с институальной направленностью и иных правонарушений сети интернет. Такие мероприятия проводятся в год пару раз. В воинской части 5511 прошла церемония торжественного принятия присяги молодыми солдатами из шести областей страны. Подробнее смотрите в видеоматериале. В воинской части 5511 города Семей 180 молодых солдат, призванных из Туркестанской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областей, а также области Жит-Су, на строевом плацу воинской части в торжественной обстановке приняли военную присягу. Церемонию открыл командир части подполковник Айбек Исенов. Сегодня в нашей воинской части знаменательный день. Личный состав молодого пополнения приняли военную присягу, наверное, с родины Республики Казахстан. Теперь после присяги данные военнослужащие в течение 15 дней пройдут ввод в боевую службу и далее будут заступать на службу по охране общественного порядка, по охране исправительных учреждений. Принятие военной присяги – символический акт. Он свидетельствует о том, что молодой воин, выполняя свой конституционный долг, клянется верой и правдой служить своему народу и законно избранному президенту, защищать национальную безопасность и целостность своей родины. Сегодня у нас прошло принятие военной присяги. Я сам был в числе молодых солдат, принял военную присягу. Все условия созданы. Сержанты и офицеры в первую очередь думают о молодых солдатах. Служба проходит отлично, служба проходит быстро. Уже как 40 дней находимся здесь. Все хорошо, все отлично. С сержантами все хорошо. Общение все хорошо, поддерживаем. Все условия имеются. Пройдя программу боевой подготовки в учебном пункте, молодые воины подходят в полной готовности к выполнению служебно-боевых задач. После принятия присяги состоялась долгожданная встреча солдат с родными и близкими людьми, которые приехали к ним через сотни и тысячи километров. Ярослав Дюсимбеков, Айдос Айткалиев, Телеканал Семей. В Казахстане норма, касающаяся взаимоотношений бабушек и дедушек, братьев и сестер и других родственников с ребенком, была представлена на обсуждении общественности на портале «Открытые нормативно-правовые акты», передает корреспондент Казинформ. Проект документа, опубликованный Министерством просвещения Республики Казахстан, вынесен на обсуждение до 24 февраля. Это изменение о браке и семье представляется в Кодексе Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года. Дополненная статья 73.1 гласит, право деда, бабушки, братьев и других родственников иметь дело с ребенком. Дедушки, бабушки, братья, сестры и другие родственники имеют право на общение с ребенком. В случае отказа родителей от предоставления близким родственникам ребенка возможности общаться с ним, спор разрешается органам, осуществляющим функции по опеке и попечительству в порядке, определяемым уполномоченным органам в области защиты прав детей Республики Казахстан. В случае несогласия с решением органа, осуществляющего функции по опеке, спор разрешается судом в порядке медиации или с участием этого органа, осуществляющего функции по опеке, говорится в проекте документа. Отметим, что в действующем законе эта статья не указана. И последняя информация на сегодня. В области Абай открыли пять спортивных школ. Об этом стало известно на пресс-конференции с участием руководителя областного управления физической культуры и спорта Ержанабул Касымова. Подробнее в сюжете. Результаты по спорту во вновь созданной области должны быть не менее успешными, чем в другой отрасли. Школа высшего спортивного мастерства по олимпийским видам спорта станет первым трамплином для закаливания спортсменов. В 2023 году по поручению Акима области в области Абай открыто пять спортивных школ. В частности, открыта школа высшего спортивного мастерства по олимпийским видам спорта. Также открыта детская школа зимних видов спорта. Затем был открыт физкультурный диспансер, необходимый современным спортсменам. Открыт центр подготовки Олимпийского резерва для развития физической культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями. Прошлый год был успешным в работе данной отрасли. Многие из представляющих регион на различных спортивных олимпиадах международного уровня показали пример подлинного мастерства на международных соревнованиях. Так, Карина Карикенова, Саина Омонова стали бронзовыми призерами Кубка Азии по дзюдо. Зарина Сарипова стала победителем всемирных игр среди кочевников по Казах-Крюсе. Ира Салжакпеков и Ерзадбекзад стали бронзовыми призерами чемпионата Азии по боксу. Также по сурдолимпийским играм Ольга Хижникова завоевала серебро и бронзу. Лязадбахтиярова – бронзу, Андрей Маскалюв – бронзу чемпионата мира среди слабовидящих спортсменов. Два физкультурно-оздоровительных комплекса в рамках проекта «Аул Ельбесыгэ». Они относятся к селам Хайнар и Ахсуат. Также в селе Кукпекты строится один бассейн по программе «Аул Ельбесыгэ». В том числе в селе Кукпай Абайского района, в селе Таскескен Уджарского района будет построен спортивный модуль. Затем в селе Ахсуат будет проведена капитальная реконструкция центрального стадиона. В 2023 году Акиматом области Абай на реализацию государственного спортивного заказа выделено более 1 миллиарда тенге. Эти средства рассмотрены и на развитие сельского спорта. Талшин Шакартхан, Жул Дзея Маратказа, Держимбисингазинов, телеканал «Семей». Это были все новости к этому часу. С вами был Ярослав Дюсимбеков. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин